Дмитрий Пучков, он же известный многим как Гоблин, популярный видеоблогер, переводчик и просто творческий человек. Многим его авторство безусловно нравится, но многие агрессивно критикуют его деятельность, в том числе переводы и озвучку. Что касается моего личного мнения, так большинство нынешних официальных переводов является просто издевательством. Пучков, какой бы ни была противоречивая его фигура, переводить и надо отдать ему должное более чем умеет, что и доказал на своей практике неоднократно. Другое достоинство Гоблина, в далекую бытность кассет VHS, он наряду с другими тружниками пиратской озвучки выдавал единственные в своем роде переводы известных фильмов. Ну вспомнить того же самого мертвеца Джима Джармуша. При этом он один из многих старался придать этой же озвучке глубину за счет неповторимой интонации. Ну вспомните голоса Михалева, Володарского, Гаврилова. Это как правило, «Ледево вальяжно дочитывание текста». Ну да, безусловно, мы их, конечно же, помним и мы, конечно же, их любим. Но Гоблин каждому своему персонажу пытался дать свой уникальный, необыкновенный голос. Второе достоинство – Пучков старается правильно перенести смысл слов там, где это сложнее всего – в ругательствах и жарганизмах. Кажется, сегодня никого не удивить матами в озвучке. Но подумайте, современные переводчики делают это просто потому, что слово на букву «ф» проще перевести, добавить в текст кучу матов. У Гоблина же картина совершенно иная. Он каждый мат максимально транслирует на русскую душу и по те обстоятельства, которые происходят на экране в эту минуту. К сожалению, сейчас гоблиновские переводы банально вышли из моды. Прошлый век, так сказать. Люди старшего поколения от такого давно уже отошли, выросли. А вот молодежь, принасыщенная ютубом и сотнями блогеров, вообще Гоблина не понимает. Недавно пытался посмотреть «Джентльменов» в его переводе. Фильм новый, отличный, но вот озвучка господина Пучкова как-то кино старит. Дело, кстати, и в конкуренции. Сейчас появилось очень много студий-переводчиков, мы стали избалованы качественным переводом. Только выходит фильм, и к нему через короткое время можно найти несколько различных звуковых дорожек. Хочешь с матом, а хочешь и без них. И все-таки, по мнению нашей редакции, лучший вариант – это оригинальная озвучка плюс субтитры. Ни один переводчик не может донести тонкостей произношения, акценты, темпо-ритм, эмоциональный окрас. В фильмах от чего атмосфера и удовольствие от просмотра теряются. Оригинальные голоса – они прекрасны. К тому же, отличная возможность подучиться иностранным языкам. Продолжение следует...